Помолились, конечно. Или еще? Мои отца и сына Святого Духа, аминь. Я попутно спрошу, ну, довольны беседой? Открыто. Чего? Магарита, крепко? Молитесь. Мне это не нравится. Все должно быть раздумно. Сестра Магарита, мы все знаем, кому нравится, кому нравится. Так, потихонечку, только не шибе здесь. Ты как пророк. Я как пророк. Ну, небольшой такой. Как вошка пророческая. Евангелие от Матфея, 14 глава, 9 по 12 стихе. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. Толкование. Ирод опечалился по причине добродетели Иоанновой, ибо и враг обыкновенно чтит добродетель. Впрочем, ради клятвы дает бесчеловечный дар на погибель себе и приявший его. Познаем отсюда, что иногда лучше нарушить клятву, нежели ради клятвы сделать какое-либо нечестие. Тело крестителя погребено было в Севастии Кесарийской, а честная его голова первоначально положена была в Эмессе. О чем возвестили Иисусу? Не о смерти Иоанновой, а о том, что Ирод его самого принимает за Иоанна. Об Иоанне же и без того давно было известно. Вопросы? Понятно? Можно? Да. Вот когда говорят, что в Библии очень много противоречий. Слышали, наверное, такое? Почему многие не принимают Библию? Потому что там больше тысячи противоречий, говорят. Кто-то там 1500 находит противоречий. Вот одно из противоречий как раз то, что когда в Библии ко Христу обращаются, и он говорит, если хотите, то Илья уже пришел. А говорили-то об Иоанне крестителе. А ему говорят, ну должен же там прийти прежде, там Илья. Если хотите, Илья уже пришел. То есть о чем он говорит здесь? О тождестве. Не о слиянии одинаковости, а о тождестве. Это значит два похожих очень предмета. Два похожих, две похожие личности. Вот Иоанн и Ильян. Ну Иоанн же никого огнем не жег. Он так сердца жег, что другого не нашлось у людей. Вот совесть у человека. Он начинает говорить и открывается совесть. Приходят фарисеи, стоят там сзади, смотрят, что он там делает. Из Иерусалима специально послали там их. Они умные все, они могут говорить ораторы. А он только обращается пока, и к ним обращается и говорит, порождение Ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего огнева? Они умные все. Они сразу понимают. А слова его, которые Христос дал ему, Господь дал ему на сердце положил, говорить о спасении души, говорят о том, что народ израильский не по рождению спасен. Не то, что ты родился православным, как у нас мусульманин. Родился у него маленький пацаненок, это мусульманин. Родилась девчонка, она уже мусульманка. Не подождите, ее еще не учили ничего. И у нас тоже считается уже так. Родился, в церковь только довели его, все, он уже православный. Не может этого быть. Должна быть вера и должно быть крещение. Должен быть правильный вход в церковь. Без этого никак. И об этом только в Ветхозаветном говорит Иоанн. И когда он говорит, фарисеи, они совестью понимают, что он прав. А друг перед другом хорохорятся, но в группе же они стадо, вернее, это стая целая. И как еще? И тогда он видит, что они друг друга просто погрызают вот этой своей нечистотой, своей неправедной жизнью. И он обращается и говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Приготовьте достойный плод покаяния. Они все понимают, что им нужно всем исправиться. Всем. И они идут к Иоанну, крестителю, и крестятся. Вот как он пожигал словом своим сердца, сердца людей, к которым он обращался. Вот оно где тождество. Никакого противоречия нет. Он не об Ильи говорил, не об Ильи, но он говорил о духе и силе Ильи. Потом дальше он скажет это. Он пришел в духе и силе Ильи. Вот как раз про это и говорится. И то же самое Ирод. Уже убил Иоанна, а совесть обличает. Убил за что? Танцевала девчонка полуголая. Вот ты ее мать знаешь. Ты уже мать ее познал. А эта девчонка не от него была. Это мать от того мужа первого. И теперь она ему тоже понравилась. Это же какое прелюбодействие. В башке у него. Это вот это кипнеппинг вот этот самый. Что означает слова вот эти? Если хотите. Два слова поясните. Ну это тоже интересно. Поясните нам теперь. Я много говорю уже. Очень интересно, да. Ну только именно и вы, если хотите. То есть, хотя они учитываются. И оно не противоречит истине. Как бы просто так сказал. Нет, это не Иоанн, но в его духе. Но если хотите. Вот это вот слово. Как все-таки надо понять правильно. Так нам. Ну если хотите, считайте, что еще тут не было. Если хотите, я не помню. Так же нельзя сказать. Ну было это, было. В народе-то молва была. Если хотите. Значит, учитывая то, что люди вжились в это. И отстать это было очень нелегко. Но если хотите, ладно. Вы учили правильно. Хотим правильно. Но в духе истины надо понимать и так. Сердца отцов к детям. Обычно дети отстают от родителей. Ну как старое поколение. Так и вы веруете. А тут наоборот. Молодые-то приняли Христа. А старики уперлись в своем. Из сердца их обратить надо к детям. К апостолам. А старый-то человек как. Ну нет уж. Я никуда не пойду. Вот мы встречаемся. Старообрядческое поселение. Там у Рыбка рядом. Нет. Я кержачка. Я никуда не пойду. Мама говорила. 77 вер. А наша вера одна истинная. Вот лишь. Все. 77 вер. А их больше 21 тысячи уже. Итак. Если хотите. Это не везде применимо. Я думаю, этим словом играть нельзя. Тут надо расставить точно. Потому что мы не поймем, где можно сказать. Это очень опасно. Если хотите, мне саму продешали, что я хотел, я и так понимаю. Сказать. Нет. Тут неправильно. Вот это юридическое. Вот это надо понимать так. Да и нет. А что сверх того, теперь говорится. Это. От кого? От лукавого. А что сверх того, то от лукавого. Это он навевает. Можно и так, а можно и так. На двух стульях сидит. Определенная щетка. Все. Поехали. Что ты хотел еще? Евангелие от Матфея 14.13. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Усталкование. Иисус уходит по случаю беззаконного убийства Ирода, научая и нас не ввергать себя явно в опасности. Уходит также и для того, чтобы воплощение его не сочли призрачным. Ибо если бы Ирод схватил его, то пытался бы погубить его. Если бы Иисус при сей попытке погубить его, исхитил себя из среды опасности, потому что еще не настало время смерти, то сочли бы его за привидение. Все. Иисус уходит. И тем самым учит нас не ввергать себя в опасности. Можно? Я хотел сказать, почему здесь написано, что уходит пешком. Уходит на своих ногах. У него коня не было, колесницы не было. Раньше есть такие омнибусы, дилижансы. Это между разными населенными пунктами. Где дальше, где больше были, такие кареты ездили. Надо тебе туда попасть. Денежку заплатил, сел в карету, тебя довезли. Вот Христос ходил ногами, пешком. Я думаю, все смотрели фильмы про Иисуса Христа. Галилея там, окрестности Иерусалима, там дальше. И Иерихон там, ну, рядом, видимо, и Ордан там протекает. И видели, какие там каменистые места. Вообще, как там люди живут? Почему назвали это раем? Вот пока не попадешь в какую-нибудь долину, вот долина и там река протекает. И вот там, действительно, как райское место. Чуть выше забрался, как Фергана вот у нас. Ферганская долина в Киргизии. Великолепное место. Там чего только не растет. А чуть выше поднимаешься, там у них холодно. Там горы, и горы, скалы, скалы. Как там люди живут вообще непонятно. Кишлаки там вот эти, дувалы всякие. И вот по всем этим камням Христос шел ногами. Какие-то там сандалики были, ну, что они и стирались. А тебе представьте. Идти-то долго надо, там, ну, километры, сотни километров. Сразу же не пройдешь, а тебя гонят. И ты просто собрался и пошел. А что ты такое собрался? Сколько ты с собой можешь взять воды той же? Ну, тебе же надо провизии какой-то немножко на дорогу. Ну, или денег и так далее. То есть этим показывается. Христос был беден, беден. Но он точно знал все законы, которые нужно исполнять. Его гонят. И он встал и пошел в другое место. Почему? Он знает впереди цель благовестия. Он будет говорить людям. Вода это все потом. Пища все потом. Главное дух. И он идет. А там уже по пути Господь через добрых людей там и окажет милость какую надо. Ну, главное, какую милость Христос в этот момент окажет. И вот тут говорят, толстое чрево не рождает тонких мыслей. У Христа, естественно, Христос был очень сильно подтянутый, потому что все время приходилось ему ходить пешком. Все время. Это говорит не только о его бедности, но и о духе, какой был у Христа. Но о духе у него Божии. Матфея 14,14 И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Толкование. Видна вера народа, по которой он идет за Иисусом. Когда он удалялся, почему в награду веру получает исцеление. Знак веры и то, что люди последуют за ним пешие и без пищи. Расстояния были большие, тут без веры ты не пойдешь. Это сегодня крестный ход. Их милиция сопровождает, скорая помощь сопровождает. Грузовик. Все же такие походы не ходить. Веры никакой не надо. Иди. Иди и все тебе. Так самое главное, разрешите? Самое главное, что во всем этом, как Игнат Игнатьич об этом, он прям настаивает постоянно. Главная миссия. Какая миссия твоя? Это не найти там, где храм был, раньше стоял, а там сейчас его охраняет ангел. Или как звали священника, которого зарубили большевики. Не это главное. А главное, не исцеление людей. И Христос это знает. Это побочное. А главное, они слушают слова Христовые. Вот что главное. А слова Христовые, это вот то, что мы идем, мы создаем Евангелие, Новые Заветы. Это слова Христовые, написанные учениками, Духом Святым переданные. Вот и самим Христом сказанные. Вот что мы передаем. Миссию настоящую исполняем. А теперь как люди примут? Да, сейчас мало исцеляются. Но извините, сейчас хорошие больницы. Хорошо врачи лечат. А почему? Потому что, если верующий врач, говорит, и в его руках есть успех. Поэтому нам просто необходимы верующие врачи. Поэтому необходимо идти и давать людям нести Слово Божие. Иначе какой-то врач просчет. И вот вера, и вот тебе и здоровье. Вот как Господь все интересно-то сделал, все закрутил в такую, кажется, баранье рока. А кажется, нет, это нормальная, прямая. Прямо к здоровью и ко Христу. К вечной жизни. Однажды мы в Кадниково проповедовали. И вышел человек меня обречать. Серьезный такой мужик. Вы что слушаете? Вы знаете, кто это такой? Я его помню, когда он еще вот таким был. Меня. А я узнал, когда он на 20 лет моложе меня. Когда мне было 20 лет, он еще не родился. А он меня помнит, видел, когда я вот такой еще был. Я сказал сразу, вот его все сразу от тебя будете. Я тебя таким мог видеть, но я тебя не видел. А ты меня видел, но знаешь, вот такой я уже пошел против. Я плохой. Не слушайте его. Интересно, как он мужик-то, видно, рассудительный, не пьяный. А вот Господь так делает, затмение. И он сразу полностью, на 100% проиграл. Он постоял, развернулся и пошел. И никто не слушать не стал. Так что тут не всегда чудеса нужны, а для чудес показать. Вот чудотворцы-то у вас какие. Нерожденный, за 20 лет вперед, как Вольф Мессин, просматривающий, прозирающий время. Он видел меня и знает. Да, Киморозов этот, который, кто был он, идеолог-то, партийный. Ага. Тоже затеял, начал говорить о деревне, когда он там был, когда в деревне 3 года уже, как ее закрыли. 3 года как нет, он меня видел и знает. Поехали дальше. И проповедовали, главное, вы тогда еще. Иван Георгий Атмосфер, 14 глава, 15-16 стихи. Когда уже настал вечер, приступили к нему ученики и сказали. Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Толкование. Человеколюбивые ученики, посему заботятся о народе. И не желают оставить его голодным. Говорит, так не потому, чтобы не знал, в какой скудости были апостолы. А для того, дабы, когда объявят они о своем недостатке, оказалось, что он приступает к чудотворению не по словолюбию, а по нужде. То есть, народа действительно было много, действительно у них не было пищи. И вот ученики. А какая пища-то была? Рыба и хлеб. Да простенькая, чувак. Я слышу. Хлебушек. А его сразу после этого хотели царем поставить. Они наелись за свет. Вот такого нам каждый день будет руки поднимать. Хлеб будет падать, мы будем подбирать. Все, мы все здорово. Ничего делать не надо, сиди тут рядом. Вот почему хлеба и зрелища всегда просили. Чудеса на каждый день. А вот так задумаешься, сколько было у нас чудес. Вот мы идем как вулканка там. Я не сообразил, в чем дело. А у них проволока вот так идет. А на проволоке, на цепи собака бегает. Я вперед-то когда прошел, а у меня книжки с собой, в сумке-то я иду. С собаками видно. И она из-за оттуда выскочила. Вот такой вот пес, больше его урагана. Лохматый, наверное, кавказистый. И на меня. Видно? Злобный. Главное, убегать нельзя. Дом открытый, никого нет. Я сумкой вот так. Он сумку, книжку там все пропусил. Я пять часов назад-назад-то. И вижу там, который заворен, закрывает. Такая брусок. Я брусок в руки взял. Он сразу отступил. Я потихоньку дверь открыл. Хлопнул. А на той стороне Татьяна идет. А если бы нас у нас унулось? А если бы дома никого нет? Загрыз бы насмерть. И мы остановились. Давай Бога благодарить. Получилось, эта сторона улица моя, а эта ее. И тогда посох у вас родился? Ужас как. Интересно даже. Какие еще леса делаются? Потом мы где-то далеку уехали. Гулевка или где-то. В дороге. Надо вне значительное, вне важное. Мы тоже договорились. Евгения Дмитриевна идет по одной стороне, а я по этой. Я зашел на веранду, никого нет. И я постучал. У меня евангельский посох написано. Я постучал, как хозяйка выходит. Она не толстая и такая, как сказать, дородная, сахарная. Видно, что ее муж не гоняет. Она вся ровная такая, труженица, большая ростом и улыбчивая. И голосный. Я говорю, вам нужно евангелие, приходите сегодня. А у меня до этого было так, белый котик любимый. И он потерялся в потерявке. Куда потерялся? Мы по полям, по этим, по лесам ездили, кричали. Днем, ночью нигде его нет. А рядом фермеры. Я думаю, он пошел к фермерам, они его взяли. Он ручной, белый-белый. И вдруг через ограду перескакивает кот. Белый-белый и ко мне, и тереться в меня. Я глянул, кот-то мой. А это километров чуть не сто от дома. Ничего себе. Это, я спрашиваю, откуда у вас котик? Да мне тут одни подарили, кто фермеры. Это надо найти на этой стороне. И кот услышал меня и подошел. Я считаю, тоже за чудо. Полностью, бесповоротно потерянный. Сколько в нем ласки было-то. И хозяйка такая, я мог бы сказать, мой кот, я его заберу. Я беру у них такая связь между собой. Он к ней пошел. Видно, она его кормит, как самая себя. Пошли. Раненство не взяли. Вам еще Господь даст котов? У меня сейчас, знаешь, сколько у меня кошек? Шесть. Сидим, здесь три кошки под нами. Три. На улице они погибали. Туда. Три. Вот сейчас под нами они сидят. Черную. У меня три. И у Надежды Васильевны три. Три жду три. Сколько? Девять. Но весной мы это выпустим, а другие Надежда Васильевна взяла для кого-то. Хотелись две кошки. Пошли. Можно вопрос? Как вот туда, где зерно хранится, у вас мука хранится? Как туда заходишь, мышами сильно пахнет. Володя, ловить мыши надо. А вам никому не пахнет? Да, мы все уже сделали. Садили кошку туда. Так было. Я сейчас не знаю, если... Там запах выпадал, а сейчас заново пошел запах. Запах. Ну все, кошечку туда запах. Мы уже ей сделали там все, как надо. Заходишь, видишь, там лежит общинка. Пошли. Во всем надо видеть чудо Божье. Оно не могло так состыковаться. Семнадцатой девятнадцати. Не то, что беседовали с батюшкой, тоже чудо. И чудо большое. Они получили пользу все. Они же говорят ему. У нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву. И взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил. И преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Толкование. Принесите мне, сказал, сюда хлебы. Ибо хотя поздно, но я творец времени. Хотя место пустое, но я тот, кто подает пищу всякой плоти. Здесь научаемся тому, что, имея им малое, мы должны употреблять то на гостеприимство. Так как и апостолы, имея малое, отдали все народу. Но как малое их Господь умножил, так умножится и твое малое. Господь велит народу возлечь на траву, научая умеренности. Дабы и ты покоился не на драгоценных водрах и коврах, а на чем случится. Потом взирает на небо и благословляет хлебы. Это может быть для уверения, что он не противник Богу и пришел от Отца с небес. А вместе и для наставления нам, чтобы мы, приступая к трапезе, благодарили и потом уже кушали пищу. 20-21 стихи. И ели все и насытились. И набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Толкование дает хлебы ученикам, дабы они всегда помнили о чуде и никогда не выпускали его из мыслей, так как и они скоро забывали. А чтоб ты не подумал, будто чудо было призрачное, хлебы умножаются, а именно 12 корзин оказывается остатков для того, дабы и Иуда понес и не устремлялся на предательство, помышляя о чуде. Умножает и хлебы, и рыб, да покажет, что он творец земли и моря, и что все употребляемое нами в пищу от него подается и им умножается. Чудо было в пустыне, дабы никто не подумал, будто в ближнем городе купил он хлебы и разделил народу. Нет, то была пустыня. Это историческое изъяснение. В духовном смысле разумеет следующее. После того, как Ирод, то есть плотской, грубый ум, иудейский, Ирод означает плотский ум, обезглавил Иоанна, главу пророков, то есть не поверил пророчествовавшим о Христе, Иисус отходит в пустое место к язычникам, кои пусты в отношении к Богу, и врачует недужных душою, а потом питает их. Ибо если не отпустит нам грехов и не уврачует недугов посредством крещения, то не напитает нас причащением причистых тайн тела и крови своей, так как никто, не крестившийся и не покаявшийся, не причащается. Жены и дети исключаются из числа. Это значит, что христианин не должен иметь ничего детского, женоподобного, немужественного. Комментарий Игнатия Лапкина. Смотри пояснение выше о том, что такое истинное причащение и крещение, и в каком случае от них будет польза. 22 стих. И тот сейчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Вот. Толкование отпущения народа означает, что Господь не хотел сопровождения, дабы не показаться честолюбивым. 23-24 стихи. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. 24-24 стих. И в силу его то, что корабль был среди моря, показывает наибольшую опасность. Для большего чуда Господь мог бы сделать, чтобы ни одного хлеба не было, а так ему что-то должно было там, рыба, ни рыб, ничего нету, а просто поднял руки, и из ничего получилось. А до счета, да, это рыба и хлебы нужны ему были, если так мог. Пусть бы каждый своим пользовался, а я так сделаю. А еще вот я заключил, что мог бы из ничего. Из книги «Бытия»? Кана Галилейская. Сосуды-то пустые были. Из ничего. Поэтому налилию воды, чтобы показать, как она превращается. И превратилась в отличный когор. Нет, превратилась же не из ничего, а из воды. Там тоже было. Здесь умножил что-то, а там тоже они не пустые были. А когда из ничего, об это не верят. Это призрачное. А, вон почему. Да, я верю. Это антихрист будет делать из ничего. Поэтому и воскрешал, не творил заново, а воскрешал то, что умерло. Шекспир. Из ничего и выйдет ничего. Шекспир говорит. Это говорит, дорога, студент, это спорил с татарином. А татарин мусульманин и говорит, Аллах есть. А студент говорит, нет никого. А как докажешь, что никого? А вот давай, говорит, сейчас тряпку намочим. Вот чистая тряпка, смотри, чистая, чистая. Сейчас я пойду в туалет, намочу ее и бросим в угол. И посмотрим, через три дня там букарашки какие-то. А их не было. Где они взялись? Ай, нехорошо. Взял божья тряпка, божьей воды налил, божьей букашка вышел. А ты вот из ничего сотвори. Дворцы, это только в привидениях строят. И вдруг Иван Горбунок или Иван Дурачок на печке подъехал. Бат, все, топор сам рубят. Старик Катабыч строил дворцы в тряпке, бедок. А на самом деле ничего нет, называется призрачным. И потому, чтобы не было признано призрачным, оно умножалось, существующее. Ответ дается. Мне одна пишет. Ну вот, Христос из колена Иудина. И раз во всем старается подражать, то и Тихий должен быть из колена Иудина. А говорить из колена Даного. Так к чему верить? Это интересно. А вот сейчас будет... А, сейчас вопрос ответить. Из какого колена будет? Когда из колена Иудина должен быть царь, Вифлем. Из Вифлема, я не знаю. Из колена Даного по пророчеству. Пророчество было. Танах, что такое Танах? Танах это пятикнижие. А Тора пятикнижие, да. А Танах это пятикнижие толкование. Все остальное. Не считая, я говорю, Старпорова. Ну а дальше-то? Ну а как тогда будет? Вот я должен был ей ответить. Я ответил. Он лжец. И он будет коварно действовать, как Ефрем Сергеевич говорит. И во всем будет лгать. И во всем подражать Христу. Христос делал Ефрем, и он говорит, я из Ефрема. Но на самом деле, может быть, он из Барнаула. Он лгать будет. Он будет говорить из колена Иудина, а на самом деле из колена Даного. По паспорту-то проверить. А там написано Иудина, лжет. Заранее надо приготовить. А я тоже родился от Девы. Христос, от Девы родился. А это будет шестое или седьмое колено блуда. Бабка была блудница, прабабка блудница, и от кого нажитые неизвестно. То есть он абсолютно во всем и будет воскрешать, и огонь с неба не сводить. Ничего нет, это обман. Вот я на клее, богослово было, и пришли, говорит, ой, тут такой чудотворец, а как звать, кинопс. Он может что угодно сделать. Вот как это, слышали, меритина. Птица летит, она руку подела, птица крыльями взбахнула и на одном месте стоит. В воздухе стоит. Могла движение руки, рекорд становится движением руки. Ну, наконец-то, она наткнулась. И этот тоже. Один подошел и говорит, у меня отец утонул. Да я знаю. И что, я хотел бы вот кое-что у него спросить. Он говорит, пожалуйста. Раз вода раступилась, он в воду вошел, вода замкнулась. Пошел его доставать. И он достанет-то. А я, богослов, его перекрестил, сдохни нечестивый-то. И все, закипело, все, и он оттуда уже не вышел. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Ты молитвы считай. У нас по терявку приехали такие чародеи, и они очень много делали. Вот женщину кладет сюда ее голова, а вот тут ноги. Она чуть-чуть опирается, она как столб. Он говорит, и так, бабоньки, мы в бане. Вот они хлешутся, ничего нету. А я мужик, как вам не стыдно? Они давай закрываться там, а ничего нету на сцене. А потом я покажу, что вам нужно. Ну, одна наша, Масалова Таня, у нее брат не вернулся с фронта. Ну, давай, он ее навел, у него палочка такая, с шариком наверху. И он ей, я был там, а я все, знаю, маленький-то. И вот он ее усыпил. Разговаривай, иди, она идет. И что ты видишь? Здание такое, а буквы какие? Не наши буквы, что? Людей много обедают. Это ресторан. А какой город? Она подошла, спросила, город какой, Тимоша? Говорит, Берлин. После войны, то есть остался там. Но, он говорит, больше говорить еще не буду. То есть, а там он или нет, все. Моя мама узнала этого, мама моей, три брата не вернулись с фронта. Мои, я, 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 я. И она пошла, взяла, а рассчитываться нечем, ну, набрала там казинку яиц, там что. А у них там двое, старый и малый колдун, по-моему, же колдун. И он начал ей показывать. Она хочет, он так поводил, поводил, она как сидит, так и сидит. Гипнотизеры колдун. И он сразу говорит, ты, бабка, молитву не читай. А она сидит и читает про себя, моя мама. Да воскреснет Бог, расточаться в разе его. И еще не мог сделать. Мать вернулась, как же так-то. Я не хочу, а считаю молитву. Считай, он еще не мог сделать. Иногда люди просят, не знаю чего. Он говорит, усыпил шесть человек, там поехал куда-то дальше. А его возил мой двоюродный брат. Договорились там, заплатили. Мы еще у брата радовались. Он, говорит, дал целый килограмм конфеты, или что для нас конфеты это. А конфеты были вот такие шарики, не прогрызешь крепкие. И вот умерли, что один говорит. Вы попросите посмотреть страшный суд, как будет. Говорят. И он сделал страшный суд. Зима была, говорит, такая, мороз. И как он страшный суд, то он и сам не знал-то. А демоны, видимо, знают. Они показали, как вспыхнуло небо огнем. Как загорелась земля, как мертвые воскресались. Все сгорает везде. Они как заорали из клуба, как кинулись на улицу и в разные стороны. Их едва-едва собрали. Они застынут где-то. И так, говорит, умом тронулись и неизвестно куда. На перевал Дятлау похоже. Да, да, да. Там, сатана, внутрь залез к студентам и изнутри их разорвал. Лебра ломал. А ни одного синяка нету. Изнутри. По сегодняшний день гадает. Уже 55 лет, наверное. Никак не могут разгадать. Это было в 56-м восьмом году. До чего сейчас додумались уже? Что какие-то диверсанты американские? Там мои одногодки. Американские диверсанты высадились? Да. И пытали их там. Подковку от берсов нашли, говорит. Подковку. Ну, да что, поехали. Евангелие от Матфея 14, 25, 27. Четвертый уже стража ночи пошел к нему Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, стревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я. Не бойтесь толкования. Не тотчас предстал им для украшения бури, но уже около четвертой стражи. Научая таким образом не скоро просить удаления бед, а переносить их мужественно, с благодарением. И потом, когда уже немного пострадают, просить избавления от напастей. Ночь разделялась у преемственно стерегущих воинов на четыре части. Так что каждая стража содержала три часа. Еще, Сережа, у нас тут много времени было занято предварительно. На этом все на сегодня, потому что и так время прошло. Народ надо отпустить, потому что кое-кто уже впать хочет. У вас девичья-то фамилия как была, Арефьевна? Харченко. Марченко? Харченко. А тебе, Сергей Павлович, как лучше было бы, Харченко или Пупков? Не, он Пупков сто процентов. А? Сто процентов Пупков. Тихо, тихо. Пупков, что? Я, когда маленький был, меня дразнили. Я пришел к маме, он говорит, мам, ну давай фамилию сменим. Ну дразнят уже, ну это, тогда папку надо менять. Пускай дразнят. Пускай дразнят. А этот Тарас Путин, как будто бы человек Распутный живет. А Тарас Путин это на Гришку-то. Да понимаю. Когда пришел папа, император Николай Александрович, фамилию бы сменить, он говорит, это закон-то не разрешает. Он, ну дополняет же как-то. Ну второе слово можно добавить, а менять нельзя никак. Он говорит, ну как, ну давай так, Распутин новый. Он говорит, что он и так, вот так сейчас везде пишется. У меня знакомый один. А новый знаете откуда пришло-то? А? Новый. Он когда первый раз пришел, и там Лешка-то император его, этот, сынок. Да, да. О, новый, новый. Ну, среди окружения. Новый человек, да. И вот. Да. У меня знакомый один есть, он хороший человек, но он не верующий как бы, но он говорит, я верующий. Он поэму написал про Ермака, играет на гитаре, стихи поет. И не любит советскую власть. И он решил советскую власть разрушить как-то, чтобы никто не выходил на работу. Ну как, до этого-то был, то Ганди, применил это. Непротивление, они еще пришли, раздружать корабли. А я не пойду, я не пойду. Корабли стоят день-два месяц. Это так же. Все хоро в нору. У этого фамилия-то как будто бы неплохая была фамилия эта. А он вспомнил, что нашел у бабки была фамилия Ладанова. И вот сейчас не здесь, а через теле пишет. Ладанов. Вот через него к нам пришел Третьяков. Вот здесь там написано в 15-м томе. Да. Сейчас помнишь? Да, я это все помню, конечно. Это при мне было. Он меня привел туда, в это... Надежды Васильевны нету. Дом творчества по Железнодорожному району. И он меня привел туда и представил. А он туда ходил, Игорь, это дополнительное к знаниям было. Творчество. И говорит, я нашел человека интересного, вот он вам на все вопросы ответит. Меня привел к ним. А Третьяков сидит, да что это человек, где-то можно сказать, да я ему про масонов задам. Про масонов и про протокола. А я 14 лет отдал этой теме. Ну я когда начал рассказывать, что такое-то, и Третьяков пишет, для него это было... Откровение. О, еще бы. Он и так впечатлил. Что мог сказать-то он. Я знал всю литературу дореволюционную, советскую и зарубежную. Ну и Библию все это раскрыл. Третьякова только вот этим, импульсивностью, победили только дети. Все. Дай Бог, чтобы он приехал благополучно. У него что-то с головой с детьми не то, видать. Я могу только так догадываться. Обычно, когда человеку предлагают патриархии быть священником, то есть, зная, что со мной знают, они ставят условия, чтобы никогда не встречаться, тогда поставим попу. А он учится в семинарии, и могло быть, я так думал-то, но тут еще добавишь, что у него неладно с вышестоящими, домашними было. И он все оставил, и квартиру, и все, и выехал. Выехал, никому не говорил, где. Батюшка позвонил, он говорит, в другом регионе. Даже это и то тайна. Почему, не знаю. А чтобы отец не узнал. Мы ему никакого зла не сделали, и он тоже нет. Вдруг раз, исчез. И сейчас его давно нет уже, но скоро вроде приедет, как я слышал. Бедняга, бедняга, парень. Сергей Попов Ладанов. Я говорю, тебе зачем Ладан-то? Ты куришь, у тебя какой Ладан-то? Много курили. Уста курящего демонская кадельница. Все равно, говорит, хорошо на кухне пахнет шарзик-то. А харчеваться где буду? Так вот, у нас сегодня очень богатый день, поблагодарим Бога. Достойно есть я, кого истину, блажить и тебя Богородицу, Пресно блаженную и пренеборочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую херруин, И славнейшую без сравнения серафим, Бежествение Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу тебя величайя. Благословляйте, Игорь Игорь Игорь. Любящий наш Отец Небесный, Господи, мы просим ради Христа Иисуса, Спасителя нашего, умершего за наши грехи, Прими нашу молитву, если мы в чем погрешили в этот день, Ты нас прости и все устрой, дабы жить нам безмятежно, тихо, смиренно. На помощь Твою надеюсь, Господи, и распусти нас с миром. Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухая, приятная перед престолом благодати Твоя, Владыка. Господи, Боже наш, соедини нашу молитву с молитвой всех сметых, молящих Тебе на небе и на земле. Всемогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, услыши и исполни нашу молитву о всех заповедавших нам молиться Тебе Вседержителю и вновь грядущему Спасителю. Тебе, Господи, слава, хвала, счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Дай Богу. А второе что-то не съедите, заберите.